Музыка Здравствуйте! Сегодня я хотела поговорить о очень известном растении. Многие из вас знают его под названием «Ванька мокрый» или «Огонёк». Правильно же он называется? «Бульзамин Уоллера». Поговорить же я хотела о очень интересной разновидности его серии Мьюзика. Ампельная форма бальзамина. Посмотрите внимательно, чем он отличается от обычного бальзамина. У него ветки не растут вверх. Каждая веточка растет вниз, образуя густую шапку. Листьев больше похоже по форме на шарик. Очень красиво это растение смотрится по-зору. Бальзамины серии Мьюзика, которые я вам представляю, только махровые цветы имеют свои серии. Огромные, похожие на розу, разнообразнейших окрасок. Посмотрите внимательно на растение. Своё второе название «Банька мокрая» растение получила не просто так, а за то, что очень нуждается во влаге. Поливать растение приходится каждый день. Если пропустить хотя бы один раз полив, к сожалению, он может сбросить все свои бутоны, листики подвянуты, растение будет видеть довольно-таки печально и несчастно. Но поливать его часто не у каждого есть возможность, поэтому я предлагаю вашему вниманию использовать горшки с автополивом, которые значительно облегчат уход за этим растением. Посмотрите, это горшок, который имеет внутри внутренний горшок и также ёмкость для размещения большого количества влаги и поплавочек, по которому вы спокойно можете ориентироваться, закончилась вода в горшке или нет. В таких горшках поливать достаточно всего лишь раз в неделю, в зависимости от размера цветка, иной раз и реже. Расти бальзамин предпочитают в тенистых местах. Лучшее окно для выращивания бальзамина – это северное или восточное. Но в целом и в общем, если вы обеспечите достаточно хороший пари в своевременной растению, то он может выдержать и небольшое количество солнечных лучей, то есть на западе или рассеянный свет. Легко выращивать его можно и на дачах, он хорошо относится к свежему воздуху и перепадам температуры. Правда, надо помнить, что бальзамин склонен к нашествию клеща, поэтому еженедельная профилактическая обработка клеща должна быть в плане. Но сегодня мы с вами проведем разговоры об этом, о том, как размножить бальзамин. На самом деле это растение, с которым может справиться даже ребенок. Он очень легок в размножении. Для размножения нам достаточно снять малюсенький череночек с макушки любой веточки, достаточно 2-3 см. Посмотрите внимательно, я выбираю любую веточку, вот, например, такую. Мы это с вами сейчас вместе попробуем укоренить. Легче всего укоренение бальзамида получается в тоже переглядных таблеточках, хотя на самом деле укоренять можно различными способами. Например, старинный способ просто поставить череночек в воду, то уже вполне себе хороший. Корм появляется в течение недели. Дальше вы можете сажать череночек с корнями в любой горшочек. Начните, конечно же, с маленького, и только через какое-то время увеличивайте по мере хороста растения. Но мы сегодня поговорим все-таки о более превышенном нам и более простом укоренении в том, что берегнули таблетку GFC. Вот как выглядит эта вареная таблеточка в сухом виде. Что мы делаем? Мы помещаем таблетку в небольшой стаканчик и заливаем теплой водой. Тепература воды должна быть 30-35 градусов. В таком случае таблетка достаточно быстро приобретает объем. Посмотрите. Мы достаем с вами это из воды и слегка отжимаем. Таблетка впитывает в себя немножко больше влаги, чем хотелось бы. Обжали. Проделываем небольшое отверстие и вставляем сюда маленький черенок. Немножко прижимаем таблеточку и помещаем растеницу молодую в тепличку. Вместо теплички мы стали использовать зип-пакет. Получается индивидуальная герметичная тепличка. Полива в такой тепличке не требуется в течение месяца. А нам нужно все ближайшие недели. Посмотрите. Черенок помещается в тепличку. Еще раз мы его прижимаем немножечко, чтобы плотно таблеточка обхватывалась стебелечек. И герметично захлопываем лёгочку. Вот и все. Через неделю, через две вы увидите, как корни прорастут насквозь таблетки. Их будет очень хорошо видно. Вот здесь я вам покажу. Посмотрите. Корневая система у бальзамена очень мощная. Само растение очень легко ветвиться. И кустицы не требуют дополнительных прищипок. После того, как вы увидели, что корни проросли наружу, пожалуйста, не забудьте снять тоненькую сеточку, которая обтягивает эти корни. И посадить растение в небольшой горшочек. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»